Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые товарищи! Я Константинова Ольга Ивановна, заведующая библиотекой Дома офицеров Каспийской флотилии. Предлагаю вашему вниманию поэтическую гостиную «На крыльях времени уносится печаль», посвященную 400-летию со дня рождения французского поэта-баснописца Жанна Деллафонтена. Жан Деллафонтен появился на свет в Шато-Тьере, Шампань, 8 июля 1621 года в семье государственного Лесничева. Все детство мальчик провел на природе. Первоначальное образование получил в деревенской школе после Реймском колледже. Отец видел в своем сыне будущего священника и отправил его изучать право в фарижскую оретарианскую семинарию. Но философии и поэзии Ла Фонтена увлекали намного больше. В 1647 году Жан возвращается в Шампань и занимает должность отца. По его настоянию женится в 26-летнем возрасте на Марии и Рикар. Семейные судебные дела мало привлекают Ла Фонтена, и он уезжает в столицу, чтобы вести совершенно иной образ жизни – заниматься литературой. Среди знати он быстро нашел себе покровителей и сумел добиться значительных успехов на поприще литературы. В числе его друзей были такие влиятельные люди, как принц Канде, Ларашфука и мадам Делла Файет. Министр Франции позаботился о том, чтобы у него была большая пенсия и жалование. Однако Людовик XIV и церковь сочли его произведения безответственными, легкомысленными и фривольными. Король даже чинил препятствия на пути избрания Ла Фонтена в члены академии. Поэтому литераторы приняли только в 1684 году. Жан Делла Фонтена вел сугубо светский образ жизни, не отказывая себе ни в чем, даже в любовных похождениях, несмотря на то, что его жена осталась в имении Шампань. Домой он приезжал очень редко. Родные дети также не смогли привлечь внимание отца. Однажды писатель не узнал своего сына, который сильно повзрослел с их последней встречи. В большую литературу Ла Фонтен вошел в 33-летнем возрасте в 1654 году. Он стал писать разнообразные по жанрам литературные произведения. Баллады, пьесы, оды, мадригалы, послания, эклоги. Вом Пулабус Написца впервые вступил в 1668 году. Именно басни принесли ему мировое признание. Автор опирался на наследие античности и выступил создателем нового жанра в литературе, обеспечив себе место в истории литературы. Его перу принадлежит издание «Басен Эзопа», переложенных на стихи господином Делла Фонтеном, вышедшее в 12 томах. Басни писателя отличаются тем, что они констатируют жизненные факты, которые находятся на грани богатства, бедности. Он пытался открыть в них суть добра и зла, смысл жизни на земле. В последние годы писатель переосмыслил свое поведение и взгляды, отказавшись от фривольностей. Стал вести более благочестивую жизнь. Скончался Жан-де-Ла Фонтен в Париже 13 апреля 1695 года.